Всем здравствуйте! Это курс Enterprise System Development, методологии разработки корпоративного программного обеспечения. И сегодня я расскажу, что нужно будет сделать во второй лабораторной работе. Вторая лабораторная работа, я обновил ее в списке лабораторных работ, которая находится в папочке Assignments, посвящена построению use-case-диаграмм, формализации сценариев и вот здесь вот следующие шаги. Кратенько, что такое use-case-диаграммы, можно посмотреть вот в папке LegPresentations. Есть презентация, посвященная use-case-диаграммам, use-case-диаграммы входят в набор вот эти вот нотации, набор языка UML, то есть это стандартизованный набор обозначений графических, у которых есть зарегистрировано определенное значение. Цель вот этого графического представления основная, это чтобы можно было как-то зафиксировать договоренность, зафиксировать представление о работе информационной системы или о работе вообще бизнес-процесса, то есть информационная система это уже как инструмент для сокращения трудозатрат, просто понять кто что в бизнес-процессе организации, какие роли, какие действия выполняют. Для всего этого может быть полезен вот этот набор диаграмм UML. Есть всякие там книги, есть у него версии, там UML 2.0, то есть там подробно, очень подробно расписано, какие там есть у него подвиды. Так, ну там он основывается на объектно-ориентированной концепции. Есть там много групп диаграмм, диаграммы поведения, диаграммы взаимодействия и диаграммы, описывающие структуру. Соответственно, более детально это вот диаграммы действия, классов, взаимодействия, компонентов. Не все эти диаграммы популярны, но такие диаграммы, как диаграмма классов, диаграмма там активностей, достаточно часто используются. Либо с какими-то внутренними изменениями, то есть многие компании, они делают немножко как им удобнее, как им понятнее, вводят какие-то свои правила, основываются на стандарте, но главное, чтобы всем было понятно, что всем было удобно. И вот диаграмма use case тоже входит в набор UML. Так. Собственно, вот примерно как выглядит диаграмма. То есть у нас есть следующие элементы. Это вот эти человечки, которые называются актеры в английской версии actors, и есть вот эти вот овальчики. Это непосредственно варианты использования в английской версии use case. То есть наш инструмент, либо там какой-то процесс, который мы хотим описать. То есть, опять же, это может быть не информационная система, это может быть просто описание бизнес-процесса. Вот мы, например, хотим... Здесь вот рассматривается банковское приложение, но на самом деле здесь вот просто в целом рассматривается процесс взаимодействия пользователя и банка. То есть что банк может предлагать пользователю, что пользователь хочет от банка. То есть здесь четко зафиксировано, что он может делать. То есть пользователь может логиниться в системе, пользователь может проверять баланс, переводить какие-то свои средства и делать платежи. То есть, конечно, каждое из этих вещей можно расписать. То есть там он, например, может логиниться там, он может там с помощью телефона, с помощью паспорта, с помощью QR-кода, там с помощью, не знаю, просто Face ID какой-нибудь. Можно уже подробно на основе вот этой диаграммы расписывать. Но вот основные варианты использования здесь приведены. И это для вот конкретного случая может казаться простым, но для сложных систем это очень важно, потому что, во-первых, у заказчика, у исполнителя, там, у пользователя, у банка, у каждого могут быть свои представления о том, кто что делает. И все вот эти вот детальки, их нужно как-то в одно место сложить, как-то все однообразненько это формализовать. И вот use case диаграммы, они в этом помогают. Также вот есть такие небольшие добавки, то есть вот есть include, то есть вот такая вот стрелочка. И что у нас, например, есть какой-то базовый use case, и он включает в себя еще какие-то use case. То есть, например, там логин, я не знаю, будет ли там дальше пример. Логин может включать в себя там ввод номера телефона, и там, что ему отправляется смс-ка, и он вводит код из этой смс-ки. То есть это все может быть включено вот в это. И extend, то есть что у нас есть какой-то базовый use case, более общий, есть какой-то частный. То есть вот, в принципе, как include, так и extend не вот так вот еще подписываются. Вот. Но это как бы такой вот, как это описано в стандарте, не все, опять же, повторюсь, это используют, но в лабораторной работе можете парочку use case расписать. Там нужно будет почитать, может быть, это надо будет сделать. То есть вот какое-то сообщение об ошибке может вывестись, и это как бы более частный там случай логина. А логин включает в себя проверку пароля. Ну, то есть такие уже тонкости. Вот. Перевод фондов и осуществление каких-то платежей, оно все вот может включать в себя проверку, есть ли достаточное количество средств у пользователя. Так. Ну, еще вот может быть такое вот, то есть это заимствование из диаграммы классов, что у нас есть более такой родительский use case, и у него есть на дочарней, то есть которые наследуют, видимо, какие-то от него вещи во многом похожи, вот, но чуть-чуть отличаются. Такая же штука может быть и с актерами. То есть пользователь там, который уже когда-то был пользователем, потом перестал, а потом снова вернулся, и новый пользователь. Может быть у них там, я не знаю, какая-то разница есть. Так же можно всякие вот там подписи делать. Вот. Ну, в общем-то все. Дальше уже диаграмма классов. Кроме, кроме диаграммы use case, то есть что, да, нужно будет сделать для выбранной компании. То есть вот эта вот выбранная компания, она должна быть для всех лабораторок одна и та же. То есть чтобы была какая-то вот цельная работа на протяжении всех лабораторок. Определить нужно будет вот эти вот нужды, что нужно пользователю. То есть в нашем случае это будет какой-то вот там, что у нас есть какой-то пользователь, есть какой-то там, кто-то предоставляет услуги, и вот наше приложение, оно как-то это все осуществляет. И вот хотя бы 5 use case нужно будет выделить среди того, что вот пользователь хочет от системы. Также нужно будет создать так называемый глоссарий. Там в примере сейчас увидите, что это такое. Нужно будет создать непосредственно вот эту вот картинку диаграммы, в которой будут вот эти вот 5 use case'ов и вот эти вот актеры. Для каждого use case'а нужно будет написать сценарий, то есть название use case'а, участники, какая у него цель, очень короткое описание и как бы короткие шаги там, что он делает, если есть какие-то там исключения, то есть что может пойти не так. И необходимых там одну или там несколько вот этих вот экранных форм формализовать или там документов, которые будут участвовать в этом use case'е, в этой работе, то есть чтобы примерно уже понятно там, если кто-то какие-то данные отправляет, то он скорее всего их в какой-то форме должен забивать там еще что-то. Если ему что-то там выдается, то тоже уже в принципе можно сказать, какие вот данные он будет получать, если речь идет о данных. Для инструментов вот можно использовать бесплатный draw.io, он, кстати, переименовался в там, по-моему, diagrams, он теперь называется, и еще вот у star.uml, по-моему, у них есть бесплатная версия. Так, сейчас проверим. Draw.io. Да, диаграмм с нет они теперь стали. И star.uml.io. Star.uml.io. Если какие-то вам у вас есть другие любимые инструменты, можете их тоже использовать. Это все на ваше усмотрение. Так, та-та-та-та-та. Вот надо у них почитать, что они предлагают бесплатно, что предлагают платно. Вот. Так, educational. Тоже. Какая-то у них была штука бесплатная, но ладно, попробуйте. Так, что касается примеров. Примеры можно смотреть. Можно смотреть. Ранее это было две раздельные лабы про use case и сценарии. Сейчас они объединены в одну. То есть, у нас есть тут выбранная какая-то система по продаже билетов. То есть, у нас какие есть участники. Это пассажир, сервер, собственно, вот этого аэропорта или что там, продажи билетов и какой-то портал банковский. Такие вот у нас участники. Что вообще там, какие есть у кого вот эти вот use case. То есть, у пассажира это просмотр билетов, их бронирование, отмена. У аэропорта обеспечение вот этих вот, собственно, продаж билетов. Нет, продаж билетов вот это. показ вот этот какие доступны билеты. И для банка это все, что связано с деньгами там. Вернуть, забрать. Глоссарий. То есть, вот здесь как раз расписано кто такой пассажир. Что это там персона, которая, в общем, хочет перелететь там и там покупает билеты. Аэрлайн-сервер это вот, который у нас обеспечивает сервер, это непосредственно сервер, не персона, обеспечивает бронирование, показ билетов, которые доступны для бронирования. И у нас еще есть банковский портал. Ну, собственно, какой-то сервис, портал, который выполняет транзакции банковские. Ну, и что такое там? Вот тут резервейшнс, в общем, как какое-то бронирование там с обязанностью оплатить что-то там, билет, наверное. Как они вот на юзкеис-диаграме выглядят? То есть, у нас есть пассажир, сервер и вот такие вот у них есть юзкейсы. То есть, их там должно быть не менее пяти. Вы должны их как-то формализовать. и вторая часть связанная со сценариями и документами. То есть, сейчас, секундочку. Вот у нас юзкейс первый, логин. В общем-то, надо было это, чтобы было видно здесь. То есть, вот у нас первый юзкейс-логин и что в нем происходит. то есть, кто участвует, airline сервер и пассажир, следите, чтобы названия были вот как здесь. То есть, если тут пассанджер, то здесь должен быть пассанджер, правильно, через е, ладно, опечатками, ничего страшного. Цель юзкейса, собственно, создать и залогиниться. То есть, ну, как бы, такая расшифровка. Логин это обычно, конечно, только вход, но здесь вот как бы объединено в одно. Ладно, хорошо, понятно. Короткое описание. Пассажир заполняет форму регистрации, создает аккаунт в системе и логинится. Вот, собственно, тут более подробный сценарий. Прямо вот, как говорится, для тупых, чтобы потом не было никаких там двояко там воспринимаемых вещей. пассажир заходит на веб-сайт, нажимает кнопку регистрации, заполняет форму, в ней вот такие-то поля, создает аккаунт, все, нажимает кнопку логин, ну, или там sign up, обычно там create аккаунт, а, не, create аккаунт, он здесь нажимает, да, здесь уже, когда он логинится, все правильно. А, юзкис второй, аналогично, то есть, бронирование билетов, участвует сервер пассажир, цель просмотреть и забронировать билеты, вот, заходит веб-сайт и также подробно расписываем сценарий, вот там сколько, не менее, скольки сценариев надо сделать, секунду, ах, так, это, так, сценарий for each, так, для каждого юзкис, то есть, у нас не менее пяти юзкейсов, то есть, где-то будет не менее пяти сценариев. И, в конце еще нужно, там, пример какой-то формы документа, то есть, в данном случае приведен пример билета, то есть, что у нас есть, отправление, прибытие, ну, тут first name, last name, как бы, имя, фамилия пассажира, тут плохо как-то видно, номер билета, дата отправления, здесь можно было бы даты написать, там, место полет, вот, можно было бы сюда еще включить, там, форму, то есть, заполнения логина, там, можно было бы показать, там, форму отображения билета для бронирования, что у нас там билеты, там, кнопка забронировать, там, или купить, вот, то есть, это тоже можно, соответственно, рисовать можете, тоже, тут вот, в Word, я так понимаю, инструментариям сделано, можете, там, что вам больше нравится, в том же, драу его, это все нарисовать, вот, и, то есть, вот это вот все собирается в единый отчет, и также мне направляете, по, так, сроки сдачи, по, это лабораторный по второй, вот я поставил 26 марта, то есть, вот, две недели есть еще, и там, с пониженным, там, до 2 апреля можете присылать, вот, так что на этом все, всем спасибо,